Испуганным лаем Чамба теперь реагирует на незнакомцев. До недавнего времени ласковая и тактильная собака. Её хозяйка Анастасия рассказывает, как они стали жертвами нападения неадекватного мужчины. Два дня назад по обычаю вышли на прогулку во дворе на Матросова. Играли в снежки, как вдруг подошёл незнакомец. Девушка подумала, что потянулся погладить, но нет. Начал бить Чамбу руками и ногами. Он достал баллончик, распрыскивал ей, она опустила мордочку. И я подбежала, её обняла, и он направил баллончик на меня. Я зажмурилась. Когда открыла глаза, у меня уже вот так вот перед лицом был нож. И он говорит, а может быть ножом будет лучше. Когда девушка попыталась уйти от агрессора, тот начал преследовать. Делал фотографии и сам звонил в полицию. Анастасия рассказывает, даже домой не стала идти сразу. Боялась, что проследит. Успела сфотографировать его в магазине. Он находился от нас в расстоянии, наверное, трёх-четырёх метров. Я слышала весь его разговор, как он по телефону кому-то сказал. Я их выслежу, я их найду, я запомнил собаку. И по телефону он также сказал, что поступлю, как с предыдущими. От перцового газа у собаки началась рвота. Пока по назначению ветеринара чамбу лечат от отравления. А впереди ещё работа с кинологом. Предстоит вновь восстанавливать доверие к людям. Брошенную, но никогда домашнюю овчарку Анастасия подобрала в декабре прошлого года. Сейчас чамбалаем реагируют на характерные движения с вечера нападения. Сама хозяйка говорит, в жизни не испытывала такого страха. Девушка боится, что встретит мужчину вновь. Ей соседи рассказали, что живёт он здесь же. На Матросово описали мужчину как агрессивного. Пока местные гадают, что это было. Весеннее обострение, конкретная ненависть к собачникам или всё и сразу. С учётом того, что человек носит с собой оружие, понимаете, и баллончик. Ну, тем более, такие люди, как правило, неадекватные. И его же не предсказать. Понимаете, если погоду ещё можно предсказать, такого человека не предсказать. Вот ты идёшь на встречу, ты ему чем-то не понравился. И вот и всё, и пожалуйста. И инцидент. Два дня назад в тот же вечер Анастасия написала заявление в полицию. Наряд приехал по звонку живодёра. Он, к слову, заявил, что его укусила собака. Пока ответа от правоохранителей девушка не получила. Нам сегодня заявили, что проводят проверку. А был ли укус? И кто первым проявил агрессию? Собака или человек? Софья Толстопятова, Никита Сигай. Новости Прима.